Тяжелобольная украинская актриса оказалась в реанимации и нуждается в помощи. Екатерина Тишкевич уже более 8 лет лечится от невыносимой хронической головной боли, что не позволяет ей работать и жить полноценно, оказалась в реанимации, об этом пишет РБК Украина, проект Эстейлер, с ссылкой на инстаграм мужчины-звезды Валентина Томусяка, тяжелобольная украинская актриса попала в реанимацию. Известно, что лечение, которое уже много лет проходит актриса, к сожалению, не дает положительных результатов и ее состояние только ухудшается. Сейчас Екатерина находится в реанимации из-за сепсиса, который спровоцировал осложнение, хотя недавно девушка выходила на связь с фолловерами и сообщила, что она жива, но все еще болеет. Это произошло в конце октября этого года. Но сейчас ее муж просит помощи, чтобы спасти Екатерину, моя жена, Катя Тишкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь. Что стало причиной сепсиса до сих пор неизвестно, но уже и не важно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями. Труднее всего сейчас легким, печени и сердцу. На сегодняшний день оплачено за лечение коти почти 350 тысяч тысяч, но состояние ее до сих пор остается крайне тяжелым. Поэтому буду рад любому донату на ее выздоровление, пишет муж Екатерины. Скриншот, такой же пост у себя на странице разместила народная артистка Украины Ольга Сумская с ссылкой на банку для сбора денег. Валентин также добавил фото своей жены в реанимации, где хорошо видно, в каком состоянии находится ныне актриса, чем болеет Екатерина Тишкевич. Катя больна самотоморфной головной болью, вызванной функциональным обломком мозга. Причина данного недуга спровоцирована нарушением биохимии мозга, а вот проявляется она постоянной и нестерпимой головной болью, которая, по словам самой актрисы в предыдущих обращениях, не дает ей даже нормально спать. Раньше мы рассказывали о том, что Тишкевич впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии. Также читайте наш материал о том, что жена Тимура Мирошниченко пережила выкидыш.